приветствую девочки мальчики глафир абраин в теле зефирах ну и как в том фильме гайдай а вот та еще беда тесто я поставила уходите на держу я за тестом послежу так и у меня пошла на прогулочку с собаченькой а тесто у меня чуть не убежала сегодня мы с вами творим дрожжевой пирог сладкой вместе с ягодой которая называется вышья бешона так называли ее 19 веке на территории самарской области ох вот так сделаем спа тачки это выбрасываем больше нам не пригодится переведу вас вниз чтобы все видели тесто пушистенькое как раз нам такое и надо болит что много но много не мало же правильно вот такой колобочек еще у меня может масло чуть-чуть сверху масло помогает нам не прилипнуть ни к чему в том числе и к рукам я всегда боюсь забить излишне вот эту часть делим отделяем зерна пледу часть пригодится а вот эту которую чуть побольше начнем раскатывать тоже чуть смажем скалку который видел брежнева масло чуть-чуть масло у меня без запаха так что не беспокойтесь и начнем 5 самарская область богата вишней а в этом году какой-то дикий нереальный урожай я уже обработал две с половиной тонны точнее до ведра и и аккуратно так как уже разогретая переносим попробуем это сделать по лунному на скалке на противень переехал отлично разравниваем тесто сильно его не прижимайте потому что все-таки это у вас тесто разливое это сочное можно мяч ну постарайтесь чтоб у вас распределилась все о поверхности очень ровно всем надеюсь все видно вот тут у меня на перекочевал чтобы и делаем бортики обязательно бортики нам нужны для того чтобы решу на нашу потом закрутить с вишни которые удалены кости я ее не сахарила специально иначе сдала бы она мне дикий сок сок я и так слила стоп не то делаю ай-яй-яй самое главное это посыпаем немножечко крахмал чуть-чуть этот крахмал распределяем крахмал не даст утечь соку что же я самое главное чуть не забыла вот башка у нас погода все стоят такие летние жара тропическое ощущение тропиков будешь меня простить у меня дома живет наркоман тестовый она уже как видит тесто 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 вишни можно положить на это количество побольше не стесняйтесь я чет прям как-то размахнулась следом мы обязательно добавляем сахар песок без него не так делаем это щедро россия щедрая душа и я как-то писал на яндекс джинни что я не пользуюсь ванильным сахаром а тут черт меня дернул приобрести чуть-чуть вот так посыпаем мой а запах уже стоит понюхать можно уже так есть пока не пока не запеклось вот лично и формируем края заворачиваем где-то они у нас будут побольше где-то поменьше я чувствую но это такой фьюжн самарский как украл прям много будет или художественным образом скрепляем как вы умеете я умею кое-как лучше сказать никак не умею но что есть то есть зато точно не уплывет у меня никуда начинка так это вставляем пускай как раз расстаивается из остатков тесто делаем колбаски для того чтобы заняться украшать украсим устроен праздники и сбудем своих мучителей забудем вот сквер пройдем киши до конца еще раз отрезаем еще раз повторяем процедура достаточно простая не затейливая встает 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 не хочу мукой забивать расскажу вам легенду про самарскую вишни у троицкой церкви до сих пор церкви нет там дом специалистов до сих пор есть базар так и называется троицкий рынок в честь церкви святой троицы почему не приобретали перелух специалистов не знаю перелуха назвать красивыми уже не помню и вот утром торговку приходя на базар обязана была выяснить подчерк продается фунт вишеной и ведро фунт это почти 500 грамм и первая торговка которая назначала то остальные уже не должны были снижать торговаться нельзя не по правилам это рынка говорим например 3 рубля она готовить кашнюкой хорошо по 3 рубля и продавали а базара были богатые потому что здесь приезжали купцы не только самарскую область но и перекупы впрочем как и сейчас и они не имели права держать более низкую церу может парнирчики поделать может парнирчики поделать художественно исполнить вот такая вот география история с географией так что почем вишена по 3 рубля и все ниже нельзя как хочешь так и крутись крутись как хочешь совершен по 3 рубля шутка юмора но это исторический факт 19 века от истории никуда не уйдешь в этом году у нас просто какой-то обвал с лишней все хозяйки стонут благо морозильные камеры появились так что делали перерабатывали так я не буду обмазывать яйцом вы хотите обмазывайте чем хотите я этим делом заниматься не буду но я посыплю обычным сахаром для придания некого такого глянца можно сделать сироп но не буду пускай так сахарится мне не жалко конечно когда яйцом то он посимпатичнее вместо яйца можно использовать молоко ставим в духовку красоту доля пистую и ждем у меня уже разогрето я поставлю повыше вот так ну и хорошее ждем когда спечется и покажу что получится вот девочки мальчики вечно я так вот вечно у меня размах точно во мне какая то кровь многодетная матерь смотрите какой размахище огромный и это что не все самое главное что вы делаете дальше берете кусочек под топливом сливочного масла и смазываете пока вот он стучит не обращайте на это внимание одна мне умная писала можно забивать там что-то ничего не можно забивать любая выпечка вышедшая из под печки всегда немножко стучит для этого вам надо что сделать придать сливочный вкус обязательно кусочком масла мой запах офигительный слушайте ну край куравай конечно это кошмар какой-то край куравай и теперь берем холодную воду и делаем такие движения некоторые знаете очень неправильно это производят я такое не люблю но пирог должен отпыхнуть он должен остыть его конечно можно подавать теплым но ваша задача чтобы он остыл сделаем вот так и потом берете полосенчика а то и не у дна накрываете и ждете полного остывания мы с вами обязательно этого дождемся я уверена просто категорически ждем ну что ж детские мальчики у меня уже очередь как в столовой как всегда все хотят вкушать наливайте себе холодного молока из холодильничка лучше конечно если это будет свойское молоко как говорит Елена Николаевна сельское это будет и жирнее и вкуснее приступаем к нудрязанию ну это вот у меня как ручища взяла моя по другому назвать не могу это ж кошмар так вот режь пока один кусочек я боюсь этого этого будет уже достаточно целиком полностью так представьте какой он получился пышный вкусный здоровый пахнет вишней и чуть-чуть ванили сахар 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 бы я еще добавила вот если честно вам скажу но тот кто желает может сверху присыпать и вот глоточек холодного молока ой это просто знаете наслаждение горячий пирог фруктовый любой холодное молоко и пускай весь мир подождет в том числе и мы пока это до конца остынет утром он уже будет не такой ну конечно же останется пышным но вот теплый пирог так и холодное молоко в афере Абрама плохого не посоветую посмотрите какое тесточка получилось тесточка господи я скоро начну как все блогеры говорить тесточка вишенка сахарочек молочко неправильно это не по нормам русского языка не слушайте пойду-ка я дальше продолжать вот вкушение аромат вы знаете вот аромат самое главное в любой еде это аромат и удовольствие которое вы посвящаете free time свободное время вот таким вещам иногда нужно баловать себя плюньте на этот ваш ЗОЖ пепе и все на три буквы надо иногда делать чмоки-чмоки вобби шаки пись-тупись секретный код я пошла пока-пока помните что мухову не посоветуют